Что означает улыбка обезьяны? Почему шимпанзе не превращается в людей? Где обитали хоббиты? Ответы на эти вопросы можно найти на выставке «17 черепов и один зуб». Это первая передвижная антропологическая экспозиция в России. Она приехала в Новосибирск. В витринах 17 черепов, важнейших антропологических находок, сделанных в разных странах. Например, Фло. Женщина жила 50 тысяч лет назад на острове Флорес в Индонезии. Ее рост около метра. Именно поэтому ее соплеменников ученые прозвали хоббитами. По небольшим фрагментам черепа можно многое сказать о жизни наших предков. Царапины говорят о том, что, скорее всего, этот ребенок погиб от когтей и клюва огромной хищной птицы. А по этому зубу и фаланге пальца ученые узнали о неизвестном до сих пор в виде человека. Денисовский, наш сосед, обитал на Алтае. Авторы выставки заметили, многие посетители неохотно признают в обезьянах нашего предка. Приходится убеждать, показывая сходства и различия. Кстати, смех и улыбка тоже достались нам в наследство далеких предков. Шимпанзе улыбаются и хохочут, как люди.